Воздушный мягкий материал, как снег, ложится на линию. Текстильное предприятие СВИТ в Новоалтайске, где выпускают подушки и одеяло, годами покупало это волокно. Но скоро его будут производить здесь, из пластиковых бутылок. Все по рецепту. Бутылки измельчают на мелкие длинные полоски, их пропускают через высокую температуру, образуются гранулы, их вытягивают и так получается синтепон. Например, для моей куртки или вашего одеяла. По словам директора предприятия Галины Шашлаковой, эта идея пришла в начале года. Вернее, к ней подтолкнула сама жизнь. Во-первых, вокруг действительно много пластиковых бутылок, а это бесплатное сырье. А во-вторых, доставка материала выросла даже не вдвое. Очень резко доставка возросла. Практически 18 раз был пик, когда 18 раз контейнер стоил дороже. То есть доставка стоила дороже, чем содержимое. Да, ли цена упала, но и сроки, и она осталась высокой. То есть она в 3-3,5 раза выше, чем там 2 года назад. Ну и потом, а что нам покупать в мусор? Откуда-то у нас своего хватает. И можно из него сделать прекрасное волокно. И потом, когда ты сам делаешь, ты можешь влиять на качество. Ты можешь лишний раз там что-то дорогое, какую-то компанию отвезти, у тебя она будет более пушистая, более нежная. Про плановые мощности говорить рано, но под переработку отдали целый цех. Часть оборудования уже на месте. Заканчиваем монтаж здания, немножко с крыши разберемся и будем монтировать. Оборудование очень высокое, 25 метров. И в определенном месте нужно смонтировать шахту под это высокое оборудование. Прежде всего это мойка. Классная, шикарная мойка, которую все эти бутылочки отмоют и от жира, от грязи. Они будут стерильные, красивые, пропарятся и все такое. А еще измельчитель, пресс. Весь цикл преобразования бутылки в волокно всего 4,5 часа. Технология импортозамещения с пользой для экологии. Компания уже установила контейнеры для сбора бутылок в Новоалтайске и планирует оборудовать их в турзонах Горного Алтая, где постоянно жалуются на мусор. Общую стоимость проекта оценивают в 120 миллионов рублей. Краевое министерство промышленности готово предоставить предприятию господдержку, субсидирование инвестиционных затрат. Линию переработки планируют запустить в первой половине следующего года. Добавим, что в 2022 году предприятиям Края предоставили 200 миллионов рублей на субсидии инвестцелей. Всего за год в регионе одобрили 53 заявки от компании на господдержку. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.